С добрым утром, друзья! С вами Артыков Егор и Отличное настроение! Сегодня вы узнаете, почему не стоит бояться ВПР, как рождается мода и как весна приходит в город. Поехали! Весна, весна на улице, весенние деньки. И, пожалуй, это самая главная новость последних недель. Как весна приходит в Ульяновск, узнала Настя Богушевская. Наконец-то пришла весна. Солнце стало греть теплее, птицы стали петь веселее. Кажется, даже воздух стал немного прозрачнее. Мы решили спросить у ульяновцев, как это время года пришло для них и есть ли у них весеннее настроение. Нравится ли вам время года весна? Да, очень. А чем она вам нравится? Ожиданием лета. А как к вам она пришла? С песнями. И с ласточкой весной весенней к нам везет. Погода радует, много гуляем, занимаемся спортом, танцуем, поем. Тепло, все цветет, красиво, люблю, нравится. Есть ли у вас весеннее настроение? У меня всегда хорошее настроение. Не очень радостно, вот так вот описал бы. Потому что сами видите, какая погода, цветочками и не пахнет. Тепло, да? Всегда очень холодно. Всегда. И пусть пока весна нас солнышком не балует, но ведь это только начало. Не знаю, как у вас, а в нашей школе все разговоры об одном и том же. Скоро апрель, а с ним и всероссийские проверочные работы. Почему не стоит слишком сильно волноваться и как написать ВПР на «Отлично» узнала Настя Блинова. Вот, наконец, наступила весна. Время веселого пения птиц, звонка капели, яркого теплого солнышка и ВПР. С самого первого сентября зловещие буквы ВПР грызовой тучей висят над всеми учениками старше третьего класса. Разговоров о них столько, словно от их результата зависит вся твоя дальнейшая жизнь. На самом деле, речь идет всего лишь об очередной контрольной. Просто пишут ее школьники сразу по всей России. Например, в этом году ВПР будет выполнять 6,5 миллионов российских учеников в 37 тысячах школах. Уровень сложности заданий у всех будет примерно одинаковый. А вот что случится, если вдруг кто-то напишет ВПР неудачно? Если ребенок получает неудовлетворительную оценку, то ничего страшного не произойдет, потому что результаты всероссийской проверочной работы даже не выставляются в журнал. На самом деле, задания построены таким образом, что любой ребенок, который ходил в школу и слушал учителя, способен с легкостью выполнить эти задания. Начинать готовиться к ВПР учителя советуют сразу с 1 сентября. Из проверочных работ будет ровно то, что вы проходили в школе в течение всего учебного года. Если ты разобрался во всех темах и знаешь, как правильно оформляется решение задач, у тебя все должно получиться. Когда, например, ты уже пишешь этот экзамен, давай себе паузы, не зацикливайся на том, что надо быстрее, выше, сильнее. Вспомни о том, что есть твои способности, ты готовился, знания у тебя есть и все хорошо. И даже близкие друзья, родители, учителя, вне зависимости от того, какой результат ты получишь, все равно тебя любят, принимают таким, какой ты есть, и все у тебя получится. Легко сказать, не волнуйся и не переживай. А вот как справиться со звоном в ушах и комом в горле, который подступает сразу, как только ты слышишь три зловещие буквы? ВПР. На помощь может прийти, например, йога. В этой восточной практике есть средство и для успокоения, и для концентрации внимания. Упражнение достаточно легкое, но оно может показаться, на первый взгляд, смешным. Поэтому можно делать его одному, можно с подругами тоже для развлечений, если делаете домашку вместе. Смотри, можно закрывать глаза, можно не закрывать глаза. Что мы делаем? Обычно мы вытаскиваем язык, но мы язык будем оставлять внутри и будем его, как бы, прилеплять очень хорошо к десне снаружи. И таким образом крутить. И нам нужно будет крутить где-то примерно 30-90 секунд в одну сторону и 30-90 секунд в другую сторону. Вот это как это выглядит. На самом деле выглядит смешно, похоже, как мы делали в детстве обезьянку. Смотри. Давать себе передышку и своевременно подзаряжаться хорошей энергией, ничуть не менее важно, чем знать весь учебник от корки до корки. Светлая голова и позитивный настрой – это половина успеха на любом испытании. Ну и, конечно, стоит помнить еще несколько простых правил, которые обязательно помогут при написании ВПР. Перед ВПР постарайся как следует выспаться и хорошенько позавтракать. Курчащий живот не должен отвлекать тебя от выполнения заданий. Все задания читай внимательно и до конца. Убедись, что ты понял их правильно, прежде чем приступать к выполнению. Используй черновик. Он поможет тебе найти верное решение и переписать его в бланк без ошибок. Пропускай сложные задания. Решай сначала те, которые не вызывают трудностей. После у тебя будет время вернуться к тому, что не далось сразу. И, наконец, проверяй себя. Оставь тебе хотя бы несколько минут до конца общего времени на то, чтобы пробежаться глазами по выполненным заданиям и заметить возможные ошибки. И пусть у тебя все получится. Специально для детских вестей. Анастасия Блинова и Руслан Баталов. Ульяновск начал готовиться к очередной неделе высокой моды. Думаете, это занятие только для взрослых? Ха! В нашем городе модным кутерье может стать даже первоклассник. Как? Смотрите в нашем сюжете. В Ульяновске началась подготовка к неделе высокой моды. Что? Это только для взрослых? Нет. Модельером можно стать даже в 7 лет. Как? Сейчас расскажу. Яркие цвета, необычные образы, оригинальные украшения. Все как на подиумах Милана и Парижа. Модели дефилируют смело и... Стоп! Но они же совсем маленькие. Все девушки любят моду, любят шить и как бы тоже помодничать всем хочется. Скажите, ничего не удивительного? Видали модели и помладше? А что если я вам отвечу, что участницы театра моды образ, свои наряды целиком и полностью создают сами? От идеи и эскизы до воплощения образа на подиуме. В нашем театре моды занимаются девочки от 7 до 15 лет. Занимаются они по нескольким дисциплинам. Это дизайн костюма, уроки шитья, дефиле и хореография. То есть каждый ребенок у нас проходит весь процесс от эскиза до воплощения костюма на сцене. Создать собственную коллекцию – дело непростое. И сложность не только в том, что ее нужно сшить и подготовить к показу. К этому как раз можно и научиться. Но вот найти свежую идею для коллекции, продумать все детали, правильно подобрать цвета, материалы – это уже намного труднее. Как вы придумываете новые образы? Мы смотрим разные фильмы, смотрим другие показы. Даже просто если выходим на улицу, то мы уже видим цветы и рисуем эскизы, создаем платья, моду. А что потом? Потом недели долгой работы. Сконструировать модель, сделать выкройки, изготовить наряд. А ведь его еще нужно достойно представить. Приходится часами учиться ходить по подиуму красиво, а еще заниматься хореографией. Современные показы должны быть интересными и оригинальными. Не думайте, что все это ребята делают для себя или ради забавы. Их коллекции уже не раз завоевывали кладневые призы на всероссийских и международных показах. А сейчас те театра моды образ готовятся покорить Францию. Что за коллекцию девочки везут во Францию? Мы сейчас работаем над новой коллекцией. Называется она «Морские сокровища». Вдохновлялись мы морем. И нас заинтересовала история затонувших таинственных сокровищ. И все это мы воплощаем в наш костюм. Создаем сами эти сокровища из нового интересного материала. И также воплощаем все интересные морские цвета в наших костюмах. Не сомневаемся, что у юных дизайнеров все получится. И мировые столицы моды падут перед их талантами. Кстати, если вы тоже хотите увидеть наряды, которые создали ребята из образа, сходите в музей «Дом архитектора Левчука». Там у ребят целая выставка их работ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Но теперь-то вы убедились, что мода не знает возраста. И пусть вы сидите за партой, но может быть в вас живет целый талант. И вы можете стать будущим модельером. Специально для детских вестей Софья Валиулина и Юрий Ломатов. Весеннее настроение не обошло и ребят из лаборатории мультфильмов. Очаровательная история весеннего пробуждения в их мультфильме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я прощаюсь с вами. Всем пока! У мальчишек, девчонок очень мало общего, но оно есть. Девочки, они такие заботливые, веселые, более собранные, чем мальчики. Мальчишки могут быть разгильдяями и делать все, что им хочется. Девочки должны быть красивыми, аккуратными. А мальчики, ну, они тоже красивые, но они больше такие боевые все. Девочкам надо очень много по дому всякими делами заниматься, там, посуду мыть, готовить еду. Мальчикам достаточно только причесать волосы и все. Девчонки, они любят сладкое, они боятся лягушек, крыс, червяков, любят страдать всякой ерундой. Мальчишки любят рок-н-ролл. Девочкам, ну, нравится ходить по магазинам, а мальчикам, наверное, не очень. Мальчикам все время нужно только веселиться. В общем, они все время веселые, все время должны только играть и все. Некоторые девчонки вредные. Такие вредные! У-у-у! У-у-у! Девчонки не бывают вредными. Девчонки просто невыносимы, когда они просят что-нибудь по каким-то пустякам. Девчонки иногда просто хотят невыносимости. А мальчики, они обычно, ну, не то что злые, но просто такие всегда ходят все такие... Мальчишки, мы самые сильные в спорте. Самые ярко выраженные. Ну, имейте характер, имейте совесть. Мы тоже не железные. Мальчики, не обижайте девочек. А девочки, не обижайте мальчиков. Доброе утро! Увы, эти выходные погодой нас не побалуют. Хотя и будет тепло, но, возможно, даже выпадет снег. Одевайтесь по погоде. И не забывайте после прогулок мыть руки. Это очень важно. С вами был инструктор по погоде Гришин Степан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова